Всем привет! И мы продолжаем серию роликов по технологии укладки напольных покрытий и подготовке основания. Сегодня мы подробно поговорим о том, как уложить фанеру, в чем ее особенность и под какие виды напольного покрытия мы ее используем. А теперь немного подробнее. Какую непосредственно фанеру, под какой вид напольного покрытия мы рекомендуем использовать. К примеру, под массивную доску мы используем, как правило, более толстую фанеру 15, 18 или 20 мм или два переклеенных слоя фанеры. Под инженерную доску мы иногда используем фанеру 10-12 мм, но не более 15. Это просто-напросто зря выброшенные деньги. Под инженерную доску, французскую или английскую елку, мы также используем фанеру небольшого формата для того, чтобы можно было она закрепиться. Так как, вернувшись к вопросам инженерной доски, она уже и так сама по себе на фанере и стабильна. На это уже я вам даю ответ. Что касается штучного или художественного паркета, здесь также мы рекомендуем фанеру использовать более 15 мм, так как паркет, как правило, идет 15 мм или 16 мм. Поэтому для него нужно стабильное основание. Что касается укладки фанеры. Укладка фанеры делается несколькими способами и эти способы мы вам сейчас покажем. Первый способ укладки фанеры это приклейка напрямую к основанию без крепления дюфелей. На сегодняшний момент мы укладываем фанеру, наверное, 70 или 80% таким способом. То есть фанера нарезается небольшим форматом 250 на 250 мм или 300 на 300 мм и укладывается на двухкомпонентный клей на бетонное основание. Немного разъясню, для чего мы это делаем и не крепим ее дюфелями. Фанера небольшого формата, она не загибает, не загибаются края, да, и если плоскость основания ровная, то гребенчатого шпателя вполне хватает достаточно для того, чтобы приклеить его на клей. Поэтому можно фанеру не крепить дюфелями. Но если мы решили фанеру прикрепить дюфелями, мы можем этим повредить основание. Так как на сегодняшний день очень часто делают полусухую стяжку, она сама по себе очень рыхлая, поэтому мы не рекомендуем дюфелить фанеру, а приклеивать ее просто на двухкомпонентный или однокомпонентный полиуретановый клей. Давайте на практике. Первоначально мы проверяем ровность основания, прочность основания и начинаем наносить грунтовку. Нанесли полиуретановый грунт, дождались его кристаллизации, после чего наносится клей и приклеивается уже непосредственно фанера. На объект мы фанеру стараемся привести уже в напиленном варианте, для того, чтобы минимизировать расходы на время паркетчика и опять же меньше пылить на объекте при напилке фанеры. И для самой простой укладки фанеры нам понадобится всего-навсего немного инструмента, это лобзик или торцовочная пила, миксер, а также шпатель для нанесения клея. Еще раз повторюсь и скажу вам о том, что мы стараемся использовать двухкомпонентный или однокомпонентный полиуретановый клей для приклейки фанеры или же финишного напольного покрытия. Поэтому в данном случае мы приклеиваем двухкомпонентным клеем фанеру к основанию. Обратите внимание, как мастер наносит клей под укладку фанеры. Может кому-то показаться изначально, что перерасход клея, но в данном случае объект с неидеально ровной стяжкой. Поэтому дабы исключить появление пустот, мастер наносит клей еще на края фанеры и также на основание гребенчатым шпателем. Обращаем внимание на то, что мастер обязательно фанеру укладывает в шахматном порядке. Между листами фанеры он оставляет зазор до 10 мм в зависимости от толщины фанеры. Второй вариант укладки фанеры это все-таки приклейка фанеры к основанию и жесткий крепеж через дюпер-гвоздик, дюпер-саморез. В этом случае фанеру можно распилить не такого маленького размера, как мы показали на предыдущем видео, а можно использовать листы уже 500 на 500 или 600 на 600 мм и 750 на 750 мм. Но обязательно должна быть фанера пристрелена перекрестным креплением. Плюс к тому же здесь можно использовать также двухкомпонентный или однокомпонентный полиуретановый или спиртовой клей. Еще один третий способ по укладке фанеры это на основании из лаг. В данном случае укладывается, как правило, два слоя фанеры. Они нарезаются 750 мм на 750 или 600 на 600 мм. И через каждые 30 см выкладывается лага и укладывается фанера. Первый слой делается черновой из более толстой фанеры. Второй слой делается из более чистовой фанеры, отшлифованной и тоненькой. Опять же, все листы и все швы должны быть с перехлестом, для того, чтобы избежать в дальнейшем скрипа фанеры. Также приклеиваем все листы между собой и крепим ее саморезами. А теперь представьте себе скорость укладки, бюджет укладки, подготовки основания из фанеры. То ли мы возьмем обычный стандартный небольшой лист, приклеим его на ровное основание без дюбель-гвоздей. Это ускорит нам процесс и надежность укладки фанеры. То ли же мы возьмем большие листы и будем дюбелить и портить основание. То ли же, но это если и нет вариантов, мы возьмем и сделаем из лаг основания и уложим два слоя фанеры. Соответственно, из этого вытекает бюджет подготовки к финишному напольному покрытию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь еще один из маленьких нюансов. Всегда под финишное напольное покрытие мы шлифуем фанеру. И мы не исключаем шлифовку никогда из этого процесса. Почему? Потому что даже приобретая шлифованную фанеру и укладывая ее на ровное основание с минимальными перепадами по клею, все равно стыки фанеры у нас будут слегка шероховатыми. Поэтому есть просто шлифовка стандартная, а есть еще глубокая шлифовка. К глубокой шлифовке мы прибегаем тогда, когда у нас основание неровное, то о чем мы говорили ранее. Или у нас есть перепады по комнатам. То есть нам нужно выровнять два отдельных помещения и сошлифовав ее в один уровень. Вот в этом случае уже прибегаем к глубокой шлифовке. Мы эти способы покажем вам в следующем ролике. Ну а как же не рассказать о ценах? О ценах на укладку фанеры, самой фанеры и так далее. Понятное дело, что в этом году очень выросли цены на все строительные материалы. Поэтому мы стараемся оптимизировать все ваши расходы и соответственно наши расходы при исполнении какого-либо из объектов. Поэтому самым традиционным на сегодняшний день и бюджетным это все-таки остается напилка минимальной фанеры и укладка ее прямо на стяжку, без дюпелей. Цена такой работы без шлифовки выходит где-то около 500-600 рублей за метр квадратный. Это работа. Плюс сама фанера, она стоит около 1000 рублей метр квадратный, средний ценовой сегмент. И клеевая система на подготовку основания на метр квадратный уходит 400-450 рублей метр квадратный. Что касается дюпеления дополнительно фанеры, это будет немного дороже, немного дольше при укладке. Ну и соответственно будут соседи ваши, если это многоквартирный дом, будут в шоке от того, сколько вы сверлите дырок в своем напольном покрытии. И третий способ, он самый дорогостоящий. Это когда мы укладываем два слоя фанеры, подготавливаем лаги, здесь цена уже колеблется где-то от 3-3,5 тысяч рублей за метр квадратный. Это включая работу и расходные материалы. Поэтому вы делаете выбор для себя изначально при подготовке к укладке тому или виду напольного покрытия. Способ укладки фанеры это не такое уж и сложное занятие, главное щепетильно подходить к каждому своему делу. Поэтому грамотно подойти к подготовке и укладке фанеры можно получить хороший результат и не потратив при этом лишние средства. А теперь можно вам показать очень много косяков при укладке фанеры. Тогда, когда было неправильно подготовлено основание, не была сухая стяжка, неправильно подобран грунт или клей или шпатель. Всего лишь навсего шпатель был неправильно подобран и что происходило с фанерой при ее принятии технадзора. Поэтому, друзья, если вы не хотите столкнуться с какими-нибудь проблемами в виде подготовки основания и укладки фанеры, обязательно пересмотрите этот ролик еще раз и еще раз или найдите хороших специалистов, которые вам помогут сделать качественную работу. По два-по три килограмма на метр квадратный. Смотрите, сколько он выливает. Ну это просто пипец. Неужели лучше, блядь, заказчику согласиться на подготовку основания, нежели потом клей покупать по 6-5 тысяч рублей за банку? А сколько это стоит сделать в самом начале? В самом начале? Ну то есть в самом начале сделали наливной пол, потратили 20 тысяч рублей, а потом в конце сэкономили на клее 30 тысяч рублей.